МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Василий Иванович Чапаев. Не знаю, как для вас, а для меня именно он был настоящим супергероем. Культовый фильм о нем вышел на экраны почти 80 лет назад. Говорят, Сталин пересматривал его 40 раз. Но насколько реальны герои фильма? Как на самом деле погиб Чапаев? Что случилось с Петькой? И кто такая Анка-пулеметчица? Небольшой городок Пугачев в Саратовской области. Дом музея легендарного комдива Василия Чапаева. Местные историки тщательно оберегают сохранившуюся обстановку скромного быта семьи знаменитого земляка. Две параллельные комнаты спальни детей Чапаева, спальни девочек, вот здесь стояла две кровати и тумбочка, и спальни мальчиков, здесь стояла кровать и тумбочка, и восточная часть здания столовой и кухни. Стены этого дома теперь единственные свидетели благородства и любовных мук Красного комдива. Ведь здесь Василий Иванович жил со своей второй, нелюбимой женой Пелагеей Камешкерцевой. Еще в царской армии, в страшной мясорубке Первой мировой, Чапаев дал клятву своему тяжело раненому другу Петру Камешкерцеву. Он пообещал своему умирающему товарищу, что он заберет его семью, и он забрал. Они потом узаконили фамилию Чапаев, они Камешкерцевы были, вот, но узаконили фамилию, были Чапаевы, Олимпиады и Вера Чапаева. Наш отряд преследует отступающего в панике противника. И где должен быть командир? Ну, и где? Опять впереди, на лихом коне! Популярный российский актер Вадим Колганов сыграл роль Чапаева в фильме «Убить дрозда». Он, как и многие мальчишки в СССР, был заворожен образом легендарного комдива. Мы все играли в Чапаева, естественно. И у нас очередь была. Сегодня один, завтра другой. Идет, значит, грудью на подвиг. Более того, я рос в городе Оренбурге, в замечательном городе, который стоит на реке Урал. И, собственно, по одной из версий, именно эту реку и переплывал легендарный комдив. Когда его ранили в руку, где, собственно говоря, по одной из версий, он и погиб. Юж, не возьмешь! Мало кто из современников знает. У командира дивизии Василия Чапаева было несколько жен. Женщины его или без ума любили, или отчаянно ненавидели. Поэтому нередко предавали. Даже после того, как от него одна из женщин бежала, да, убежала от него, там, влюбилась в кого-то, бросила своих детей ему. Не его, а своих детей. И он продолжал заботиться, и они продолжали считать его своим отцом. Настолько он был честен, убедителен, искренен. Чапаев был человеком с неуемным характером и мощной харизмой. В нем сочеталось несочетаемое. Он сам легко влюблялся в женщин и одновременно был ярым сторонником строгих патриархальных взглядов в семейной жизни. Да, он был темпераментом. Но несмотря на то, что он деревенский был, очень высокая культура, и он понимал, что это плохо, а это хорошо, очень четко, абсолютно. Так сложилось, и первая, и вторая жены Чапаева носили имя Пелагея, и обе предали его. Первая супруга в девичестве Медлина не дождалась мужа с фронта. Чапаев узнал, да, что жена ему изменила. То есть она там какого-то кондуктора нашла. Это был момент такой. Но она потом вернулась в семью. Чапаев ее простил, потому что он ее любил. Ну, опять Чапаев ушел на фронт. Опять на фронт, и она уже умирает от тихо. Вторую Пелагею, жену погибшего друга Камешкерцева, Чапаев застал в собственном доме с любовником. По мнению некоторых биографов, именно эта женщина и погубила легендарного командира. Не добившись прощения у Чапаева, она решила ему отомстить. Рассказала белым, что штаб дивизии Волбищенский охраняет лишь небольшой отряд красноармейцев. На рассвете 5 сентября 1919 года казаки неожиданно атаковали Волбищенск. Бой длился 6 часов. Часть красноармейцев была окружена и взята в плен. Небольшому отряду в 100 человек во главе с Чапаевым удалось прорваться к Уралу. Долго в это не верили. Вообще, кстати, никто не верил, как он погиб и где он погиб. При упоминании о гибели Чапаева у многих перед глазами возникает классическая сцена из фильма. Раненый комдив тонет в бурных водах реки Урал. Эта версия основана на том, что на одном берегу Чапаева видели, а на другом он так и не появился. И тело Василия Ивановича не нашли. Видимо, этот факт и стал поводом для появления самых невероятных версий. Некоторые из них нам удалось развеять. После сражения по Долбищенскому один из красноармейцев, Кирилл Филиппов, форсировал Урал вместе с Василием Чапаевым. Позже боец делился воспоминаниями с историками. Он прожил в Пугачёве долгое время, и он нам рассказывал, что я плыл вместе с Чапаем, то есть мы вошли вместе в воду, поплыли. Но Урал имеет очень быстрое течение, и поэтому очень часто сносило человека даже в этой реке. И мы, когда вышли на тот берег, Чапаева среди бойцов не оказалась. А в 1962 году дочь Чапаева Клавдия получила необычное письмо из Венгрии. Два бывших бойца Красной дивизии написали, что переправили раненого Камдива через Урал на плоту, сделанном из половинки ворот. Но когда переправили, он уже был мёртв, мы разрыли лунку, его закопали и затрусили вот камышом, чтобы не издевались. И бабушка её приняла эту версию. Клавдия Чапаева добилась невозможного. Она получила разрешение перекопать берег Урала, чтобы найти останки Василия Чапаева. Героя гражданской войны должны были похоронить со всеми воинскими почестями. И ей правительство ответило, что, пожалуйста, приезжайте, мы вам вообще дадим всё, что вам надо, там, и трактора, и всё такое. Но, Клавдия Васильевна, у нас Урал изменил русло. И там, где был берег, там стала проходить река. В начале 60-х годов прошлого века историки ухватились за новую версию. Жители городка Чертымкуль под Челябинском уверяли, что у них живёт и работает плотником Василий Чапаев. Якобы Кумдив был спасён степными казахами, переболел брюшным тифом и потерял память. Графологическая экспертиза не подтвердила, но и не опровергла эту теорию. Оставшиеся в живых сослуживцы Чапаева смирились с гибелью любимого Камдива. Удивительно другое, почему после встречи с тем самым потерявшим память плотником они ещё много лет посылали ему деньги. И что всё-таки случилось с не менее загадочными персонажами – Петькой и Анкой. Их судьба тоже окутана тайной. В дивизии Василия Чапаева было много женщин. Санитарки, поварихи, работницы складов. Как-то во время боя одной из девушек пришлось заменить убитого пулемётчика. Вот только звали её вовсе не Анна. Идёт психическая атака капелец. Мария Андреевна подползает к раненому пулемётчику, перевязывает его, и пулемётчик умирает у неё на руках. Тогда бойцы по цепи помогают ей вставить ленту в Максиме, настрочить. Мария Андреевна Попова, знаменитая пулемётчица из отряда Чапаева, стала прототипом Анки только частично. И то потому, что вставить в кинофильм историю Анки-пулемётчицы настоятельно рекомендовал режиссёрам лично товарищ Сталин. Анка – это литературно-художественный приём. Любой маломальский сведущий в режиссуре человек, да, понимает, что в фильме обязательно должна быть любовь. В фильме обязательно должна быть вот эта вот интрига, особое взаимоотношение. Романтических отношений между Анкой и Петькой в реальной жизни никогда не было. А это называется «Щёчки». А это как называется? Зато в жизни Чапаева имя Анна сыграло почти роковую роль. Но к пулемёту это не имело никакого отношения. Анна Стишенко – так звали жену Дмитрия Фурманова, военного комиссара 25-й Чапаевской дивизии. Заметив реакцию, которую вызвал Чапаев и его жены, Фурманов стал проявлять некую ревность, проявил кляузность, а вообще не по-мужски себя повёл в этой ситуации, я считаю. Он жаловался, он обращался в высшестоящие органы, прошу сохранить его. Вот что не красит мужчина. В конце концов, Фурманова перевели на службу в Туркестан. От греха подальше. А всего через 4 года из-под пера бывшего ревнивца вышел роман Чапаев. О жизни и гибели идеального героя гражданской войны. Читаешь его книги Фурманова, там постоянно показывается, что Чапаев неграмотный был, Фурманов всё-таки закончил университет. В отличие от малограмотного Чапаева, Петька, штабс-капитан Пётр Исаев, был профессиональным военным с высшим образованием. После Октябрьской революции солдаты избрали Чапаева командиром полка, а не успевших сбежать офицеров перекололись штыками. Василию Ивановичу удалось спасти друга офицера, сделав его своим адъютантом. С тех пор Петька стал верной опорой Ночдива. Но что случилось с Исаевым после гибели Чапаева? Историки и потомки спорят до сих пор. По официальной версии, Пётр остался на берегу Урала и прикрывал отход раненого комдива. Чтобы не попасть в плен к белым, он застрелился. И последней пулей он обрывает свою жизнь на берегу реки Урал. Но когда освобождает Лубищенск Иван Семёнович Кутиков со своей бригадой, он подходит к каждому из бойцов и видит, что Пётр Исаев, тело его было зарублено кулаками, разрублено до неузнаваемости. По одной из версий, Петра похоронили в общей и безымянной могиле с убитыми красноармейцами. Однако правнуки героя гражданской войны уверены, могила их деда находится в селе Корнеевка Саратовской области. И Пётр не застрелился, а геройски погиб. Его убили на Урале вместе с Чапаем. Когда Чапаем поплыл, он остался на берегу. Его там расстреляли на этом Урале. Больше всего у нас могила находится в Корнеевке. Есть фотография, есть могила в школе, прямо во дворе. История Петра Исаева получила неожиданное продолжение в 1999 году. Его могилу нашли в деревне Кундравы под Челябинском. За ней ухаживали две престарелые женщины, дочери Исаева. Они ей рассказали челябинским краеведам о чудесном спасении отца. Он чудом спасся, он жив остался. Потом, когда шли следом красные, они его подобрали и отправили в Челябинский госпиталь. Он написал жене, что я вот в Челябинском госпитале приехать не смогу. Пожалуйста, приезжайте. Некоторые историки подтверждают эту версию. Исаев не застрелился, а выжил. Однако прожил знаменитый ординарец недолго. В 20-х годах он умер от тифа. Две его дочери приезжали на могилу отца из Златоуста. Вот эти женщины, которые приезжали, они женика нигде не афишировали. Они себя в грудь не били, что они дочери Петра Исаева. Рекламу они себе не делали. Я так думаю, что это на самом деле достоверная могила Петра Исаева, что именно Петр Исаев у нас похоронен здесь. А золото, Васильев! Некогда сейчас. Потом вернемся. Гоми! Образ Чапаева, скачущего на коне с шашкой наголо и в бурке, именно таким мы запомним его навсегда. Он реальный герой истории, который шагнул в кинематограф и литературу. И он всегда будет во много раз ярче и притягательнее вымышленных персонажей. Если сравнивать нынешних героев, да, всяких Гарри Поттеров и так далее, конечно, Василий Иванович сильнее и круче. Конечно. Поскольку за ним идея, за ним было будущее, за ним вера. А герои нынешних мальчишек – это фантазия, фэнтези, это комиксы, это, ну, что-то выдуманное. Официальной датой смерти Чапаева считается 5 сентября 1919 года. Сразу после выхода на экраны фильма о Камдиве появился человек, очень похожий на Василия Ивановича. Он утверждал, что он и есть Чапаев, и ему удалось спастись. Этого человека арестовали и допросили, а потом привезли на встречу с родственниками Чапаева. Те не нашли в нем ничего общего с легендарным «Начдилом». И самозванец был просто-напросто признан психически нездоровым человеком.